и смотрим то есть видим да и сейчас мы заправим наши ячейки ну я думаю достаточно можно включить это все загорелся один светодиод и загорелся второй светодиод всем привет хочу сегодня показать очень интересный эксперимент который немножко ну как бы не касается btg но этот приборчик вот это вот панелька такая вот она мне заинтересовала тем что она работает от очень низкого напряжения начинается запуск вот этого светодиода начинает светиться от 0 175 вольта то есть меньше одного вольта смотрим то есть вот берем у нас есть такой вот элемент пельтье я взял радиатор и смотрим то есть видим да светодиод очень ярко довольно таки хорошо светится сейчас я выключу свет здесь для дальнейших экспериментов я купил еще несколько элементов пельтье вот есть вот такой вот элемент очень интересный смотрите сейчас кое-чего покажу раньше я использовал вот такой вот преобразователь то есть повышающий преобразователь который стабилизирует выдает 5 вольт то есть также он работает начиная от 1 вольта этот же начинает работать от 0 2 вольт даже от 0 175 то есть если мы возьмем вот этот вот преобразователь сверхчувствительный поменяем местами на вот этот то смотрите что будет происходить то есть этот преобразователь ему не хватает напряжение для старта то есть ему нужно довольно таки ну большое напряжение и как я и говорил 1 вольт для того чтобы он запустился а этот запускается от боли ну то есть напряжение который в 5 раз ниже чем сюда то есть вот смотрим чтобы этот запустился нужно сделать вот так вот видим да то есть когда мы только паяльником сюда подали ну очень большую температуру сейчас я скажу какая более 100 градусов только тогда этот видим он запустился этот же работает просто прикосновение руки то есть кому нужно для экспериментов сверхчувствительные приборчики в конце ролика я поставлю как его сделать вот то есть нужно сюда он идет кстати продаются не без вот этого трансформатора трансформатора я достал вот отсюда это старое зарядное устройство вот разбираем зарядное устройство старое достаем трансформатор и впаиваем то есть стоит эта панелька есть еще более чувствительное чем вот это я ссылочку поставлю и на эту и на ту также зачем я достал вот эти элементы пельтье более большие смотрите вот у меня есть такая вот светодиодная панелька этот элемент пельтье как видим во первых по размеру он больше и он мощнее соответственно то есть я планирую вот сюда сзади поставить два элемента пельтье поставить их последовательно на радиатор и посмотрим через преобразователь какова будет экономия вот такой вот светодиодной панельки то есть она разогревается ее температура больше 100 градусов видим да то есть таким образом сделаем экономию на потреблении этой светодиодной панельки ну то есть по технологии это кстати вещь запатентовал вот так это будет выглядеть приблизительно Андрей Слободян это его то есть он утверждал что экономия будет здесь 30 процентов если допустим светодиодная панелька потребляет 30 ватт то будет где-то потреблять 20 чем-то ватт если 100 то соответственно будет потреблять 70 то есть 30 процентов экономии очень интересный я заказал они кстати стоят дороже поскольку они вырабатывают большее напряжение и выдерживают большую температуру это элемент пельте он выдерживает температуру ну до 100 градусов а это до 230 вот так вот смотрим напряжение сразу же пошло расти теперь ставим как это будет работать ставим светодиодную панельку я ее закрою для того чтобы она не засвечивала камеру и видим как погнало напряжение то есть только панельку включил пол 1.6 1.8 ну вот уже зашкаливает то есть видим как продолжает расти напряжение но поскольку это не подготовлено я экспериментировать дальше не буду не хочу чтобы панелька сгорела или еще что то когда я все подключу правильно то есть с радиатором правильно светодиодную панельку через термопасту я покажу как это все будет работать ну вот она уже так нагрелась что аж ну в принципе не сильно нагрелась до 50 градусов я думал что больше ну в следующем видео я покажу как эта система будет работать работает он при минимальной разности температур ячейка между верхней частью и нижней где-то создается около 2 градусов всего перепад и этого хватает для того чтобы светились эти светодиоды количество элементов ну здесь можно почти посчитать здесь их 4 штуки работает он очень долго пока у нас по сути не испарится вода то есть вода у нас постепенно испаряется и создает вот этот как раз градиент температур мощность здесь небольшая всего лишь восемьдесят девять восемьдесят пять восемьдесят пять восемьдесят пять милливатт я уже приготовил воду это обычная вода и сейчас мы заправим наши ячейки и посмотрим что получится ну я думаю достаточно можно включить это все сейчас сейчас мы должен запуститься вот у нас загорелся один светодиод и загорелся второй светодиод все работает все работает никаких дополнительных элементов питания здесь у нас и быть не может в принципе тут все пусто конечно конечно хотелось бы как-то усовершенствовать конструкцию можно наверное как-то сделать улучшенное испарение воды ну или какой-нибудь другой жидкости и в принципе коэффициент полезного действия конечно же увеличится еще еще очень хорошо он работает когда есть небольшой ветерок ну либо можно оставить его на сквозняке тоже очень хорошо работает то есть свечение светодиодов намного ярче то есть если сейчас падут на него немножко то свечение возрастет можно в принципе это попробовать сделать все подую вот видно да как у нас свечение возрастает ну так вот в пассивном режиме они потихонечку светятся сегодня я специально оставил на ночь то есть он пока смотрел телевизор читал статьи различные в интернете и вот он у меня практически всю ночь до утра горели светодиоды потом вода у нас высохла в чашках в этих и свечение уже пропало ну в принципе все теперь кому интересно будет повторяйте может быть как-то усовершенствуйте эту конструкцию не знаю для меня это уже не особо интересно еще раз показываю что здесь никаких батареек нету два светодиода две кнопки и преобразователь не знаю что это не знаю не знаю что не знаю что это возможно Волтс, and boosted it to voltages high enough to drive even white LED's, and with usable current. All with a frankly very poor temperature differential on the Peltier tile. Even germanium transistors require 15 times more voltage just to forward bias them. So you can see why I was amazed. The engineers had managed to develop an on-chip MOSFET transistor with an insanely low forward bias voltage, combined with an ultra-low voltage drive circuit which switches the incoming ultra-low voltage through a transformer to boost it to a higher usable voltage. While the chip was specifically designed with Peltier tiles in mind, it is effectively a really sophisticated jewel thief. So besides Peltier tiles, it can be used to harvest any ultra-low to low voltage energy source, including small solar panels, inertial generators, or even picking up electromagnetic fields around us. And it can be used to trickle charge a supercapacitor or battery for times of no power production. So I have to give kudos to linear technologies here. I am impressed. Okay, you can download the 3108 datasheet here, and the links to everything will be provided in the description. When you look at the datasheet, you'll see that there is multiple configurations because it can be used with multiple energy sources. Solar panels and inertial generators naturally produce a much higher voltage than and Peltier tiles, so the circuit will be different because you no longer need the booster transformer. But the first circuit in the datasheet is the one of interest, and this is the circuit diagram we will use. In fact, what CJAMCU does not tell you is that this is the circuit diagram of their breakout board. All of these parts have already been included on the board. Linear technologies did not include any component labels on the datasheet sample circuit, and the component labels on the breakout board are hopelessly buried beneath the soldered components, so I have labeled the circuits and their corresponding components here for your convenience. All you need to add to the breakout board is the transformer, the thermoelectric tile, jump a couple of solder points, and make some connections between VAUX, VS1 and VS2 to select your output voltage. Easy peasy. So taking a look at the board, this is the way you get it. Because the breakout board was designed for multiple purposes, including source voltages that do not need to be stepped up to a transformer, this whole transformer half of the circuit board can be removed. And you need to order the transformer separately. To use Peltier tiles, you will need the 100 to 1 transformer. I used a Coilcraft 752 surface mount transformer from Mauser. Do note, I believe this transformer has been outdated and replaced and will probably have 253P written on it instead of the 752 written on mine. But really, any 100 to 1 transformer will do. If it's not a surface mount transformer, just solder wires to the solder pads with the primary side here and the secondary here. You can solder the surface mount transformer with a reflow workstation or even just use a heat gun, preferably a heat gun with a nozzle reducer on it to get the air jet as small as possible. Put the board flat and level on a heat resistant surface or perhaps on a circuit board holder. Just make sure it's flat and level. Line the dot on the transformer up with the dot on the circuit board. There was enough solder on the transformer and the solder pads that I didn't need to add any solder. Heat the board and transformer up until the solder melts and use a toothpick or some non-metallic object to finally position the transformer. Let it cool. You'll need to also solder these pads together as obviously we're keeping and using this snap-off half of the circuit board. At the top of page 3 on the 3108 datasheet, you'll see the output voltage options and how to wire VS1, VS2, Vaux and ground to get the regulated output voltage you need. In my case, I went with 3.3 volts output. So I have VS2 grounded and VS1 connected to Vaux, which happens to be how linear technologies set it up in their schematic. Also, solder together all the ground connections. They should all be connected to the ground plane on the board, but it seems to me there was one or two that for some reason weren't connected and my board initially didn't work until I soldered them all together. Now you don't have to do this of course, but I soldered some Dupont connectors to my board for convenience. Now I have quick connects at Vout and ground for the output voltage, Vst and ground for the storage capacitor if you want to use it, and Vin and ground for the input voltage from the Peltier tile. You're now ready to rock! It is important to get the polarity right from the Peltier tile. Usually the cold side has print on it. To help you remember, just think normally the hot side is exposed to extreme heat that might burn off the ink or blacken the hot side, so they put the ink on the cold side. As long as there is a temperature differential with the cold side colder than the hot side, then it will generate electricity with the red wire being positive. So make sure the red wire goes to Vin and the black wire goes to ground. You should now be able to generate enough power to run an LED just from your body heat. You can put a few tiles in series to make sure you get over that 20 millivolt hump, and you can also add a supercapacitor to the Vst output and ground. This is optional, but any extra power above and beyond what's being drawn from Vout will get diverted to storage in the supercapacitor. During times of power demand and no power supplied at Vin, the chip will use the stored power from the supercapacitor instead. Use the Canadian spelling of the word center. This project actually involved some more advanced electronics, but we cover beginner electronics in several of my workshops held around the country, or in my online courses such as my robotics learn by building series of courses, where we start with electricity and electronics in our learning about robots and how to build them. You can check those out on jetpackacademy.com. Have a great day!